Обувь в осенний сезон должна быть не только модной, но и качественной, поэтому к выбору материала необходимо отнестись не менее внимательно. Как самостоятельно отличить обувь из натуральной кожи от искусственной, расскажет и покажет специалист по уходу за обувью Алексей Музылёв. Встречаем! Доброе утро, Алексей! Доброе утро, Камила! Доброе утро, Сергей! Ну что, время эксперимента. Каким образом мы можем определить перед нами обувь из настоящей кожи или из кожи зама? Первым делом, наверное, нужно посмотреть на изнаночную сторону данной кожи. Это будет, наверное, одним из лучших способов определения натуральной. Это кожа ненатуральная. Если у вас кожа натуральная, то на изнаночной стороне вы увидите вот такие вот характерные волокна натуральной кожи. Замшу? Ну, можно сказать, да, что такую вот изнаночную, бахтармяную сторону. Да. Да. Но иногда вот обувь сшита таким образом, что этой обратной стороны-то и не видно. То есть вот у меня здесь обратная сторона, это тканевая такая какая-то прослойка. То есть это о чем, должно мне сказать? Что позаботились обо мне и сделали мягенько или что? Ну, возможно, так, а возможно, чтобы специально закрыть. Ну, то есть если нет ни одного реального среза, нет ни одной обратной стороны, то я должна насторожиться? В принципе, да. Потому что производитель, обычно хороший производитель, он показывает свой товар лицом, можно сказать. Если обувь сделана из хорошей натуральной кожи, то производитель как-то старается обыграть в дизайне обуви. Тряпочкой не будет закрывать? Тряпочкой явно не будет закрывать. Хорошо. И на что еще я должна смотреть? Запах натуральной кожи. Она имеет характерный запах натуральной кожи. Особенно если мы с вами немножечко смочим, к примеру, изнаночную сторону. Давайте мы с вами понюхаем. Так, вот есть вот вода. Особенно если это новая обувь. Особенно если это новая обувь. Если мы с вами слегка смочим изнаночную сторону, то характерный запах натуральной кожи... Я не могу сказать, что прям вот барашка. Натуральная кожа имеет характерный, но не ярко выраженный запах. Так, хорошо, подожди. Искусственная кожа имеет либо резкий химический запах, либо не имеет никакого запаха. Ну, вот здесь, в принципе, запах более химический есть, вот здесь запах более натуральный, но здесь даже смочить нечего, потому что нет вот этого открытого участка. То есть помочить вот это вот место не сработает, да? Нет, никак. Так, хорошо. Ладно, значит, здесь скорее кожа, здесь скорее не кожа. Что еще? Тактильное ощущение. Натуральная кожа, она обладает меньшей теплопроводностью, чем искусственные материалы, и поэтому при, ну, скажем, поглаживании, вот, или если мы приложим руку просто, мы почувствуем, ну, как бы... Прохладу? Не прохладу, а вот именно температуру нашего тела. То есть вот такой кожа, она менее ярко выраженно нагревается, менее ярко выраженно остывает. Поэтому... Можешь меня потрогать, у меня проектие кожа. Вот тебе натуральная похожа. Натуральная? Похоже, да. Даже немножко с мехом. Это демисезон. Ты посмотри, сколько кожи, это же дорого. Так, вы знаете, вот с ботинками я не могу здесь провести каких-то параллелей, потому что на ощупь разницы... Вы немножечко, если проведете, к примеру, вот по натуральной коже, вот, к примеру, по ненатуральной коже, то есть, ну, ярко выражено тактильное ощущение, что какая-то вот тонкость, вот какая-то прохлада, вот... Кожу надо любить, кожу нужно заботиться. Вот эти холодненькие. Да? Ну. Я тебе верю. Пойдешь там на выбирай сапоги? Конечно, нет. Вы поможете нам, вот, как-то, если мы сомнем, так сказать... Да, натуральная кожа обычно при сменании имеет некие характерные морщинки, точно так же, как кожа человеческого лица, вот, когда вам сейчас нахмурили свои брюки. Да, у меня там есть они, да. Характерные морщинки, да, вот обратите внимание. Подождите, ну вот я, например, залом, да, устроен этим сапогам. Лучше не залом, лучше вот тут, на... А, вот так вот. Так, вот, да, на сгибе. Так, да, здесь есть мелкие морщинки. Да, то есть... Это показатель. Да, это в какой-то степени показатель. О, слушайте, а здесь, правда, оно не морщинится, это просто огромные большие складки. Да, большие складки, либо бывают совсем-совсем-совсем мелкие складки. Да, когда, как полиэтилен, так. Как полиэтилен, спина... Все, я поняла, вот это, да, вот это для меня показательно. Здесь огромные такие складки, а здесь сразу череда маленьких морщинок, да. Все, с этим мне, похоже, понятно. Есть ли еще какие-то способы, о которых мы забыли упомянуть? Я думаю, что ярлык. Безусловно, да, мы должны смотреть на ярлык, и вот здесь он даже есть. На экране есть несколько обозначений на разных языках, ведь обувь может быть иностранной. Я думаю, что эти названия можно выписать, сфотографировать на телефон и понимать, что это говорит о том, что кожа натуральная. Но также есть и значки, правильно? Значки натуральной кожи, похожие на шкурку животного, ромбики. И здесь вот как раз-таки есть ярлык, здесь ромбик нарисован, а значит, это ботинки из ненатуральной кожи. А если была кожа, то была бы шкурка кожи. Был бы ващек шкурки, да. Ну, в общем, эти ботинки не берем. Выбрасывай? Нет, не покупаем эти ботинки. А почему, кстати говоря, мы не берем для осени ботинки из ненатуральной кожи? Ну, потому что натуральная кожа, наверное, единственная из материалов, который обладает замечательными свойствами поддерживать внутри обуви климатический и температурный режим одинаковые. Ну, в смысле, чтобы там не потеть и все такое? Не появлялось жжение, то есть не появлялось повышенного влагоотделения, не появлялось мозолей, неприятного запаха внутри обуви. То есть кожзам может подойти для какой-то открытой, например, летней обуви, проветривой? Для специализированной обуви, то есть летней, спортивной, там, где обуви, которые носятся на небольшой срок, для какой-то, ну, театральной обуви. Друзья, выбираем для осени обуви из натуральных материалов, потому что именно в ней ваша нога будет чувствовать себя комфортно, не будет потеть, не будет жжения, не будет неприятного запаха, но и при этом определяем кожу теми способами, которые мы сегодня узнали. Сергей, вы внимательно нас слушали? Конечно, шкурка должна быть, а не ромбик. И не надо тереть ничего, да? Ничего не надо, нужно лизнуть и понюхать. Производителю доверять, в первую очередь. Получается, чтобы самостоятельно определить, из настоящей ли кожи сделана ваша обувь, необходимо. Обратите внимание на срез изделия. В обуви из натуральной кожи можно увидеть волокна натуральной кожи. А если вместо них тканевая основа, то задумайтесь, что-то здесь не так, скорее всего, кожзам. Также обратите внимание на эластичность изделия. При сгибе у натуральной кожи остаются вот такие вот морщинки маленькие, как у человека, а на кожзаме будут большие складки. Также, если потрогать обувь рукой, то натуральная кожа начнет возвращать тепло, в то время как искусственная оставит холодное ощущение. Кроме того, искусственная кожа имеет такой резкий запах, либо не имеет его вообще. Натуральная всегда... Пахнет барашкой. Но иногда очень приятно. Или плохим человеком. В общем, используйте натуральную кожу для своих демисезонных ботиночек и делайте правильный выбор. Спасибо большое. Алексей Музылев у нас был в гостях. Спасибо. До свидания. До свидания.